Мир вам, дорогие братья и сестры! В это непростое время для нас, последнее время, в которое мы живем, я хотел бы вместе с вами порассуждать над Словом Божьим. И у нас есть прекрасная возможность. Бог продлевает еще свое время благоприятное. Давайте вместе с вами прочитаем из Библии книга пророка Исаии, 26 глава, 3-й и 4-й стихи. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Слава Богу за Его Слово! Дорогие друзья, для того, чтобы глубже понять смысл этих слов, давайте подумаем и, возможно, немножко перефразируем этот стих. И если можно так сказать, «На тебя уповает твердый духом, и потому ты хранишь его в совершенном мире». «Или того, кто твердо уповает на тебя, ты хранишь в совершенном мире». Я думаю, это немножко помогает нам глубже понять, какие акценты есть в этом месте из Писания. И я также нашел украинский перевод, и он звучит еще глубже и еще шире, раскрывает для нас понимание этого стиха. Я зачитаю в украинском переводе Огієнка. «Думку оперту на тебе, збережешь ты у повним спокої, бо на тебе надію вона покладає. Думку оперту на тебе, збережешь ты у повним спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надейтеся завжди на Господа, бо в Господе, в Господе вічна твердиня». Слава Богу! Давайте вместе поразмышляем над этим местом Священного Писания. Прежде всего, я предлагаю поразмышлять над таким словом «ты хранишь в совершенном мире». Совершенный мир. Что это такое, совершенный мир? Друзья, я думаю, что это очень такое прекрасное состояние нашей внутренней умиротворенности, да, или нашего внутреннего покоя, которого так часто не хватает, возможно, особо в это время для нас. Так часто этого не хватает в нашей жизни. И как мы прочитали, что Господь, Он предлагает это сегодня для тебя и для меня. Он желает дать нам этот совершенный мир. И, возможно, какой-то обычный или частичный покой или мир имеют даже люди, которые не знают Бога. Хотя в последнее время, возможно, и таких нет. Но совершенный мир может дать только Бог. Помните, как некогда Иисус Христос, Он сказал такие слова своим ученикам, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Он говорил о совершенной радости. Совершенную радость тоже может даровать только Бог. Только Он может так сделать, чтобы наш мир, наш покой, наша радость, она была совершенна. в полном объеме. Слава Богу! Друзья, какая же причина, какая же причина того, что человек имеет этот совершенный мир и совершенную радость? Давайте обратимся вновь к нашему стиху. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Друзья, я думаю, что эта совершенная радость, она не просто случайно приходит, или не просто спонтанно приходит, но она вполне закономерное следствие того, что человек твердо уповает на Господа. Твердо уповает на Господа. Поэтому Бог и дает ему этот совершенный мир и покой. И давайте немножко поразмышляем, что значит «твердо»? или «твердый духом человек». Что это значит? Я приведу пример слова, которые немножко раскрывают больше смысл этого слова «твердо». Такие слова, как «прочный», «устойчивый», «непоколебимый», «решительный». «Прочный», «устойчивый», «непоколебимый», «решительный». Я думаю, эти слова помогают нам как-то глубже взглянуть и понять, что значит «твердый духом человек». Твердо. И это человек, который твердо и непоколебимо. Он решил в своем сердце, он принял такое решение в сердце уповать на Господа вне зависимости от обстоятельств, которые, возможно, его окружают или каких-то других факторов. Он принял такое решение безоговорочно, безусловное решение. И поэтому этого человека, как следствие такой твердости, Господь благословляет своим миром небесным. Слава Богу! Он сделал своим основанием Господа. как мы прочитали «Господь, Бог есть твердыня вечная». Господь Бог есть твердыня вечная. Аминь. Друзья, причина, по которой каждый из нас может иметь этот совершенный мир, это наше твердое решение. Наше твердое решение. Это зависит от каждого из нас. Если мы твердо решим уповать на Господа, быть верными Его Слову, быть верными тому, что мы обещали нашему Господу, верно идти за Ним, слушаться Его, исполнять Его волю, если мы это делаем верным, уповая на Господа, то Он дает нам свою радость совершенную, свой совершенный мир. Слава Богу! Мне вспоминается Псалом Асафа, когда Он прежде говорит, что Он едва не поколебался, едва не поколебался, но потом, когда Господь Его утвердил, Он говорит такие слова, «Но Я всегда с Тобою, Ты держишь Меня за правую руку, Ты руководишь Меня советом Твоим, и потом примешь Меня в славу. Кто мне на небе, и с Тобою ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего, и часть моя вовек». Это состояние сердца, состояние человека, когда он понял, что ему в жизни больше ничего не нужно, если с ним есть Господь. И все остальное это то, как прилагательное, то, что дает Бог. Но самое главное это Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Господь это моя часть, и без Него я ничто и никто, и ничего не хочу делать без Господа. Друзья, мы рассмотрели состояние твердого духом человека. Давайте посмотрим на противоположное состояние, чтобы нам глубже понять противоположное состояние человека, который не тверд. Есть такое место писания послания Иакова, первая глава. 6-8 стих Сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И другими словами не тверд. Можно сказать, что податливый, изменчивый, непостоянный. То есть человек, который он еще не принял это твердое решение. Он еще сомневается в своем уповании. Он еще колеблется в чем-то. Он не может получить этот совершенный мир от Господа. Бог не может его благословить в полной мере. Потому что такой человек здесь написано да не думает что-то получить от Господа, что-нибудь получить от Господа. Человек с двоящимися мыслями. Пусть Бог поможет нам, чтобы наши мысли о Господе не были двоящимися, чтобы наше решение уповать на Него было твердым, безоговорочным, без всякого колебания. Да благословит каждого из нас в этом Господь. Что значит уповать на Господа? Иногда мы думаем или до конца не понимаем в своих размышлениях уповать или надеяться это что-то просто или как эмоция какая-то или что-то нечто абстрактное, но я хотел бы дополнить наше понимание, что уповать на Господа это может быть очень практично в нашей жизни. Не просто на словах наших мы можем говорить я уповаю или я надеюсь на Господа, но уповать на Господа это исполнять Его волю на этой земле. Это безоговорочно быть послушным Его словам исполнять Его заповеди то, что Он заповедовал для нас то, что мы должны делать как Его ученики как настоящие христиане тогда наше упование оно будет выражено не просто на наших словах что я уповаю на Господа но оно будет подтверждаться нашими действиями нашими словами что мы будем показывать всей своей жизни что мы твердо идем за нашим Богом и на такое упование приходит Господь слава Богу пусть Бог поможет каждому из нас всегда твердо без колебаний уповать на нашего Господа следовать за Ним исполнять Его святую волю я хотел бы вместе с вами рассмотреть несколько примеров из священного писания там где люди они уповали на Господа где они были тверды в том чтобы исполнять волю Божью и первое место это будет история с Даниилом и его друзьями давайте вместе прочитаем выборочно это будет Даниила первая глава восьмой стих Даниил положил в сердце своем не оскверняться я с вами со стола царского и вином какое пьет царь и потому просил начальника Евнухов о том чтобы не оскверняться ему Даниил положил в сердце своем не оскверняться я с вами со стола царского и вином какое пьет царь и потому просил начальника Евнухов о том чтобы не оскверняться ему мы знаем и читаем из писаний историю об этих молодых людях в числе которых был Даниил также там был Сидрах Месах и Авдинагу Даниил или Анания Месаил и Азария из сыновей Иудиных мы знаем историю когда царь Вавилонский он завоевал Иудею и взял пленных и казалось бы что эти юноши или отроки они были далеко от своего родного дома они были далеко от своей земли далеко от Божьего храма и в такой ситуации возможно можно было бы как-то по-другому поступить или не ставить так вопрос ребром принципиально что мы не хотим кушать то что нам предлагают здесь но эти отроки эти молодые люди они были настолько тверды внутри что они даже в таких можно сказать бытовых вопросах или просто пищей и питье они решили исполнять Божьи заповеди они решили не нарушать Божье слово и мы знаем что впоследствии Бог обильно благословил их и если мы прочитаем 17 стих и даровал Бог четырем симпатрокам знания и разумения всякой книги и мудрости а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны и что царь их нашел мы ниже читаем в 10 раз в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов какие были во всем царстве его слава Богу и дальше в этой книге мы будем читать как у них были также другие испытания там где они оказались верными своему Богу там где они оказались твердыми до конца когда им реально угрожала смерть за свою твердость и принципиальность когда Даниила бросили в львиный ров за то что он молился Богу своему когда Седраха Мисаха и Авдинага бросили в печь с огнем за то что они отказались поклоняться истукану но в конце Бог их еще больше благословил и Бог их возвысил за то что они были твердыми и непоколебимо следовали за Богом они уповали на Господа до конца в своем решении их не беспокоило как бы сильно результат чем это может быть обернуться что им за это грозит они были верными Господу они твердо шли за Богом до конца слава нашему Господу еще один пример когда Давид царь Израиля он также уповал на Господа это будет 1 царств 30 глава 1 8 стих в 3 день после того как Давид и люди его пошли в Секилах амаликитяне напали с юга на Секилах и взяли Секилах и сожгли его огнем а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили но увели в плен и ушли своим путем пришел Давид и люди его к городу и вот он сожжен огнем а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен и поднял Давид и народ бывший с ним вопль и плакали доколе не стало в них силы плакать взяты были в плен и обе жены Давида Ахинуама изриэльтянка и Авигея бывшая жена Навала кармелитянка Давид сильно был смущен так как народ хотел побить его камнями ибо скорбел душою весь народ каждый о сыновьях своих и дочерях своих но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару священнику сыну Ахимелехову принеси мне Ефот и принес Авиафар Ефот к Давиду и вопросил Давид Господа говоря преследовать ли мне это полчища и догоню ли я их и сказано ему преследуй догонишь и отнимешь мы знаем чем закончилась эта история Давид он отнял так как ему сказал Бог он отнял он догнал их сначала и он отнял то что они забрали эти амалититяне он их поразил Бог дарвал ему эту победу но прежде мы видим каких обстоятельствах были эти люди и в их числе Давид здесь написано что они плакали доколе не стало в них силы плакать от этих обстоятельств которые были на то время да и я не знаю как бы каждый из нас себя вел таких обстоятельств но я думаю что наше наше внутреннее состояние оно проявляется и наше упование на Господа оно как раз проявляется в такие моменты и здесь написано что Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего Давид укрепился надеждой почему другие люди они хотели побить Давида камнями у них уже даже не было надежды на что-либо но Давид укрепился надеждой на Господа друзья я думаю что одна из причин главных это то что Давид он раньше на протяжении жизни своей он не раз видел когда Господь его спасал он не раз видел тогда когда он уповал на Господа Бог он приходил на помощь он выходил навстречу ему он его спасал мы знаем что Бог дарвал Давиду победу над Голиафом Бог дарвал ему победу над львами и медведями Бог спасал его много раз от Саула и множество всяких ситуаций где проверялось это упование Давида и поэтому когда пришла эта ситуация когда все люди потеряли возможно свою надежду но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и Бог дарвал ему победу пусть Бог поможет нам чтобы наши взаимоотношения с нашим Богом они были такими что когда приходит этот день злой чтобы наше упование оно было живым чтобы наша надежда она была живой и нам иметь эту победу и не терпеть поражение слава Богу и в конце я хотел бы также прочитать место из Писания когда Иаков он благословлял всех своих сыновей это Бытие 49 глава 22-26 стих и это благословение и эти слова об Иосифе читаем вместе Иосиф отрасль плодоносного дерева отрасль плодоносного дерева над источником ветви его простираются над стеною огорчали его и стреляли и враждовали на него стрельцы но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева оттуда пастырь и твердыня Израилева слава Богу написано огорчали и стреляли и враждовали на него стрельцы но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева мы знаем историю Иосифа и у него непростые были испытания сначала братья его предали потом его подставила жена Патифара он был в тюрьме он был в рабстве в конце концов и написано в псалмах что душа его вошла в железо но несмотря на это хоть и ему было непросто то он до конца сохранил свое упование на Господа в тех обстоятельствах он был твердым он остался твердым здесь написано что но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева он не разменялся он остался верным верный своим принципам он не пошел на компромисс когда ему это предлагали и Бог особо его благословил и Бог его возвысил пусть Бог благословит каждого из нас чтобы нам твердо уповать на нашего Господа и тогда даже в этих непростых обстоятельствах которые сейчас мы видим в этом мире в любых обстоятельствах которые человек может только вообразить мы будем мирны мы будем иметь этот сверхъестественный покой и мир Божий слава Богу пусть Бог поможет каждому из нас твердого духом ты хранишь в совершенном мире ибо на тебя уповает он уповайте на Господа вовеки ибо Господь Бог есть твердыня вечная аминь аминь ибо